Тихон Тимофей 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 Тихон Тимофей 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 в крови. Я сразу скажу, наши враги, а надо называть вещи своими именами, нет никакого гражданского общества, они клевещут на наш каждый день и каждый час. Михаил Леонтьев. Эти болотные люди не хотят видеть ничего, ничего помнить, ничего слышать, кроме своего пупа. Эти болотные люди либо идиоты, либо предатели, а точнее идиоты, ведомые предателями. В его концепции, кстати, мы идиоты, ведомые предателями. Никто этой оранжевой болотной слизи Россию не отдаст. Эдуард Багиров. Изрядная часть находится на болотной площади, и все раздолба и бездельники собрались там. И так далее. Удивительно, что... Я там не был, кстати, заметьте. А удивительно, что люди, которые все придумали, не поняли, что это ведет напрямую, не понимают, или понимают, я даю себе в этом отчет, сознательно это ведут, что это ведет к открытому гражданскому противостоянию. И пропаганда, которая в столь агрессивной форме вбивается в головы людей со сцены, она ведет к тому, что если человек выходит один раз, ему говорят, что где-то там за рекой плохие второй раз и третий раз, то в четвертый раз он берет виллы или, я не знаю, берет тесак, и с этим тесаком идет искать тех, кто находится там за рекой. Но здесь еще занятно, что люди, которые находятся по ту сторону реки, рассказывают, что они находятся по ту сторону реки. Например, Юлия, так сказать, Латынина, сильно подливает огонь в эту, так сказать, сильно подливает масло в этот весь огонь, потому что она в текстах, которые она сперва читает в эфирах Москвы, потом публикует в новой газете, но это известная ее такая схема, значит, говорит, что люди, которые были на поклонной горе, это анчоусы, цитата, анчоусы, которых, значит, как в консервной банке засунули в автобусы, привезли туда, и она их анчоусы, 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 явно вызывают их людей, некоторые не к себе, а поскольку она до этого говорит, что она была на Болотной площади, то тем самым подогревается не наиболее. Нет, но она лоббирует просто анчоусы скисами. Да, госдеп ей платит именно по поводу анчоусы. Мне, на самом деле, эта ситуация неспокоит и тревожит. Да. Тебе кажется смешной? Мне кажется смешной. Мне кажется, что ты немножко сгущаешь краски правилы и прочее. Дело в том, что чем занимаются Кургинян и его коллеги по этому... Цеху. По этому цеху, скажем так, цеху пупа или пупа, они хотят, чтобы те люди, которые выходили на Болотную, не сочувствующие им, маргинализировались. Ну то есть, чтобы они считались в обществе маргиналными в конечном итоге. Да анчоусы на самом деле. Ну, в конечном итоге анчоусы, да. Или креведок именно. Совсем как... Ну, и... Они же не призывают никакому насилию, они просто говорят о том, что... Нет, ты с тобой не соглашусь, как раз это может привести к насилию. Потому что когда тебя вдалбливают... Тем более, с такой агрессивный... Да, но тут есть другой момент. То, о чем ты говорил в первой части, что Буратино может сильно у него вырасти нос. Он может не взять с виллой и пойти там мочить этого самого Карабаса-Барабаса, Сергея Пархоменко или кого-нибудь, и же с ним. А наоборот подумать, а что это... Почему у него пена идет из-за рта? Может, он нездоров? То, что все, что он говорит, это все полная чепуха. И на самом деле на Болотные люди собираются не ради того, чтобы там устроить оранжевую революцию, а просто дело говорит. Обратная реакция. Мне кажется, не может быть обратной реакцией, потому что все... Можно я договорю? Спасибо. Первый раз я не сказал, то есть употребил фразу, но вынужден. А мне кажется, что тот факт... Примерно то же ощущение, какое у меня было на Сахарова, когда тебе с двух сторон, во-первых, тебя пригоняют на этот митинг, а потом тебе еще со сцены какую-то чепуху несут. Ты туда идешь, да, там, допустим, 50 на 50. 50 пригнали, 50 пришли по зову сердца на путинский митинг. На путинский митинг. Нет, я говорю, что у меня с двух сторон были националисты, у них с двух сторон пропагандисты. И, соответственно, когда тебе, во-первых, тебя пригнали, тебя заставили прийти, и ты слушаешь эту чепуху. Допустим, ты считаешь, что это чепуха, потому что... Только потому что тебя пригнали, и ты к этому так относишься, как к чему-то, с чем-то не согласен. То у тебя может вызвать, возникнуть обратная реакция. Не то, что вот, действительно, эта оранжевая революция нужно остановить, а наоборот, это то, за чем нужно идти. Как бы мысль моя такова. И еще раз, это к вопросу об искренности и о том, о противостоянии двух лагерей, которые искусственно создается. Это, на самом деле, сильно, очень опасная штука. И власть тут может доиграться и дойти до революции. Не революции, а гражданской войны. И то, что сегодня появились сообщения про 200-тысячный митинг, и то, что его участники позовут Путина в нем участвовать, ну, тоже какое-то, что-то такое, очень страшно опасное, потому что там 200 тысяч потом... Мне кажется, 200-тысячный митинг совершенно ничем не опасен. Нет, имею в виду, что это как бы такая армия Путина, которая потом решит, фа, у Путина падает рейтинг, Путин сейчас делает все возможное, чтобы всякие павлийские заявления, следующие там, не знаю, все что угодно, может быть, им сказано. Я боюсь, что люди в массовой части, люди, которые выходят в большинстве своем, люди, которые выходят на подобные акции, они не следят за рейтингами ОФЦИОМа, ФОМа. Нет, имею в виду, что просто полное ощущение. Да, и каких-то еще, значит, организаций. И кроме того, эти люди, они при всем уважении к ним, они соглашаются на правила игры. Правила игры заключаются в том, что у них маленькая пенсия, и им дают что-то сверх этой пенсии для того, чтобы они там участвовали. Или их запугивать тем, что с их работы, которую они получили, и на которой они получают пусть маленькую, но зарплату, что их уволят, если они не придут на эту акцию. Но дело в том, что дальше начинает работать, с одной стороны, убеждение, муссолинивское, как крики, значит, Кургиняна и прочих, вот с этими самыми текстами, которые мы сейчас считали, а потом работает картинка. Действительно легко показать, найти на Болотной площади большое количество людей, которые хорошо одеты, потому что они там есть. Показать этих людей, показать раздражитель в виде Ксении Собчак, которая там была, значит, еще что-то, и потом показать, например, автомобили, на которых они приехали, а потом сказать, ребята, а вы на чем приехали? Вы приехали на автобус, потому что автомобиля у вас нет. И, ну, прости, их привезли в столицу с города Орла, как он не знал, а потом ты думаешь, а что они жируют, и еще что-то им не нравится. А ну-ка пойду я с ними разберусь. Ну, то есть ты в общем согласен про разжигание такого социального ненастя? Я с самого начала об этом сказал, да. То есть специально делаются властями, и что, может, до добра не доведет, если в какой-то момент власть не вернется, вернет свою потерянность, власть слегка потеряла чувство реальности, вот что мне кажется, ведет себя несколько неадекватно. Да, я думаю, что было бы классно, если бы участники и поклонной, митинга на Поклонной, и митинга на Болотной приняли участие 26 февраля в акции «Возьмемся за руки и отцепим Бульварное, Садовое и все прочие улицы Москвы», и это будет круто. Главное, чтобы не было Мочилова. На этой идиотской идее предлагаю уйти всем нам на рекламу, всего доброго, через две минуты.